Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! У нас с вами сложилась очень классная предновогодняя традиция. Именно в это время я собираю все свои ароматы уходящего года. И мы с вами устраиваем такие зимние парфюмерные посиделки. И сегодня я покажу вам те ароматы, которые я приобретала в этом году. Что мне запомнилось, запало в душу, понравилось, чем я пользовалась изо дня в день. То есть ароматы на каждый день, на праздник, шлейфовые, сладкие, свежие, зеленые. Холодные, теплые, абсолютно разные. Я не парфблогер, но тем не менее эта тема всегда была и, наверное, будет мне интересной. Еще, к сожалению, в этом году у меня было одно парфюмерное разочарование. Вот мне интересно, догадаетесь ли вы, какой из этих ароматов вскоре покинет мою коллекцию. Ну а мы с вами начинаем. Поехали! Аромат, который я использовала в этом году чаще всего, он очень хорошо дополнял мое настроение. Он не перебивал его, он не подавлял меня. Это аромат и в пир, и в мир, такой универсальный, который можно использовать и днем, и вечером. И также, например, если вы пользуетесь общественным транспортом, или если вы работаете в офисе, он не задушит вас и ваше окружение. Это The Diki Voltaire This Is Her. Очень воздушная, сливочно-пудровая, слегка сладкая композиция. Да, несомненно, это аромат из категории сладких. Но это не та липкая такая конфета, от которой хочется поскорее отмыться, как-то избавиться, которая надоедает вам. Нет, это скорее как легкий десерт, который ты можешь съесть полностью и даже заказать на следующий день. То есть, это аромат, от которого лично я не устаю. Этот аромат ассоциируется у меня с первыми холодными днями, но когда это еще такая комфортная температура, когда тебе еще не нужно надевать на себя все самое теплое, колючее и шерстяное, а хочется добавить какой-то такой уютный шарф, мягкий, кашемировый, вот такой приятный к телу. И даже когда я там снимаю какие-то аксессуары, которые пропитаны этим ароматом, мне настолько, вы знаете, как-то спокойно. Это аромат, который умиротворяет. Он такой лаконичный, он спокойный, размеренный. И он даже вот как-то может вызвать ассоциации с европейской зимой. Когда ты едешь на какую-то рождественскую ярмарку, уже прохладно, и там вот эти разжаренные каштаны. Здесь в композиции есть каштаны. И как будто это такие жареные каштаны на огне. Потом ты заходишь в теплое кафе, заказываешь себе какой-то легкий десерт и наслаждаешься вот этими какими-то рождественскими огоньками за окном. Такой очень классной, спокойной атмосферой. И это аромат, знаете, не тот, который будет манить, завлекать, как-то притягивать внимание всего мужского пола. И как ни странно, когда я пользуюсь им, я всегда получаю комплименты от своего мужа. И для меня это супер достойный вариант для повседневного использования. Очень популярный нынче аромат Линтердит от бренда Живанши. Но вы знаете, помимо того, что для меня это была такая влюбленность с первого нанесения на блотер, я рассматривала какие-то новинки, попробовала, думаю, интересно, я похожу и подумаю. И когда я решила заказать себе его онлайн, я потерялась. Оказалось, что там так много разных версий и парфюмированная вода, и интенс, и туалетная, и еще какие-то там новые версии. Я приобрела классический Линтердит. Да, он приятный, он цветочный, он женственный, он более сладкий. И в конечном итоге я отдала его маме, когда поняла, что мне нужен был не тот. И потом уже я вынуждена была потратиться еще раз на то, зачем охотилась. Это именно туалетная вода Линтердит, и у меня 30 мл. Все названия я обязательно укажу в инфобоксе с уточнением, какая версия у меня парфюмированная вода, туалетная и так далее, и так далее. И потом, когда я прочитала пирамиду, я не могла понять, почему у меня совершенно другие какие-то ощущения, почему мое обоняние меня подводит. И когда я начала знакомиться с отзывами других пользователей, я осознала, что я не одна. Итак, самая необычная верхняя нота — это мак. Я не знаю, как должен пахнуть мак в парфюмерии, но мое обоняние его не распознает. Сейчас скажу, что я чувствую место мака. Тубероза, цветок апельсина, то есть здесь явно ощущаются белые цветы, такая приятная, довольно классическая композиция. И это все стойко держится. Мускус, почули и ветивер. Теперь, что чувствую лично я? У каждого из нас свое восприятие ароматов, и это нормально. И ароматы — это всегда, в первую очередь, про наше настроение. И также ароматы для меня — это воспоминания. Что-то проходит, что-то заканчивается, но они остаются в памяти. А ароматы — это что-то, что помогает немножечко вернуться в то время, которое мы проживали. И очень часто в разные поездки я беру разные ароматы, и потом, когда вдыхаю, для кого-то это пахнет по одному, а для меня это что-то такое очень приятное, очень близкое, интимное и личное. Но здесь, в этом аромате нет воспоминаний, которые я проживала с ним. Это, ну, во-первых, белые цветы, понятное дело, но я абсолютно точно чувствую землянику. И только потом уже, читая отзывы других, я поняла, что вот оно, то, что я не могла распознать, как будто есть виноград, такой прям раздавленный с косточками, сладкий. И для меня это как варенье в детстве. Я сто лет не ела земляники, она почему-то не продаётся в Польше. И вот когда-то, когда я проводила своё детство в Новгород-Северском, это Черниговская область в Украине, можно было отправиться на рынок или просто идёшь там к кинотеатру. Если вы оттуда, то вы знаете, где это. Бабушки продавали землянику в стаканах. И мы покупали эту землянику, раздавливали её с сахаром, и иногда заливали там какой-то сметаной и ели это всё. И ещё варенье варили. Боже мой, это было так вкусно! Конечно, это не прям точь-в-точь, как земляничное варенье, но земляника здесь точно есть. И это аромат-праздник, он такой радостный, он такой вот... С одной стороны, для многих, наверное, будет и на каждый день, потому что почему бы и нет, если вы человек-праздник. Но вот когда у меня приподнятое настроение, когда мне хочется, вы знаете, как-то отразить это, показать всем окружающим, и ещё чего-то добавить к своему наряду, к своему образу. И вот не знаю, у меня только положительные эмоции от этого аромата. Он такой женственный, но не настолько серьёзный, как многие классические варианты, да. Кто-то говорит, что он похож на My Way от Armani, при всей моей любви к бренду Armani. И при том, что Armani Code – это один из моих самых главных фаворитов вообще за всю мою жизнь. Вот My Way совсем не зашёл. И я не вижу никакого сходства с этим ароматом, помимо того, что это такие флаговые линейки брендов, которые как раз были разработаны таким образом, чтобы они нравились и были понятны большинству. И, наверное, если вы хотите чего-то цветочно-фруктового, и особенно на холодное время года, то да, он тоже шлифит. Летом с ним вот как-то чересчур сладко, я бы сказала. А так как мы в основном с вами живём в таком климате, когда у нас всё же свежо и прохладно, то большую часть года им можно и приятно пользоваться, что я, собственно говоря, и делаю. Звание самого стильного аромата этого года я присуждаю неназванному парфюму от бренда Byredo. Это лимитка прошлых лет, которая, к сожалению, у нас здесь в Польше практически нигде не продаётся. Много лет тому назад мы с подругой были в престуре в Швеции, и он также ассоциируется у меня теперь со Швецией. Мы много болтали, мы много веселились, такие уставшие, не выспавшиеся уже ехали домой, и в аэропорту Швеции мы начали рассматривать именно все ароматы Byredo. Тогда этот парфюм только появился в продаже, и он настолько вот отпечатался в моей памяти, он так мне запомнился, и я подумала, что когда я приеду домой, я его себе куплю. Мне тут-то было, я его долго нигде не могла найти. И тут мы отдыхали в этом году в Швейцарии, там были магазины Duty Free. Это такой городок между Австрией и Швейцарией, то есть он прям на границе, поэтому там вот вся зона Duty Free, всё можно было приобрести дешевле. Я захожу в парфюмерный бутик и вижу этот аромат, и мне начинают рассказывать, что он нигде не продаётся, что только у них вот шесть флакончиков, и вообще это полный эксклюзивный эксклюзив. Я на радостях купила его, начала им пользоваться, рассказывала вам в видео, что, боже, как мне несказанно повезло, а вы мне говорите, Оля, он у нас продаётся, по-моему тебе навешали лапши на уши. Ну да ладно. И вообще легенда гласит, что этот аромат был собран из всех, которые есть в портфолио бренда Byredo, то есть здесь вот по чуть-чуть от каждого, Byredo. Вот, и для меня это аромат такой вот немножко сладкий, но всё-таки он какой-то журнальный что ли. То есть вот ощущение, что ты берёшь дорогой какой-то зарубежный глянцевый журнал, ты листаешь там все такие лащёные, холёные, красивые, отполированные. И вот всё такое, к чему ты не можешь прикоснуться, вот только то, что ты можешь увидеть в журнале. И это аромат из серии таких вот холодных, каких-то статусных. Хочется сразу надеть белую отглаженную рубашку, идти на собеседование или превратиться в бизнес-леди, держать дистанцию. То есть он не согревающий, это не такая сладость, которая понравится всем. Это тоже аромат на любителя. И кто-то говорит, что он похож на какие-то ароматы Byredo. Возможно, это есть, но вот точно стиль Byredo здесь читается. И не каждую нишу я понимаю, не каждая ниша приятно ощущается на мне, а это то, что мне иногда подходит по настроению. И когда я вот что-то на себя надеваю, мне кажется, блин, как стильно получилось, хочется добавить какой-то аромат, вот чтобы, знаете, что-то такое с изюминкой, что-то даже нетипичное для меня. Как будто ты сама из картинки какой-то, из Пинтереста, из журнала. Вот он очень интересный, как будто джинтоник. И здесь вот та нотка, которая мне очень часто нравится в ароматах. Я вас призываю читать композиции, слушать других, кто что ощущает в этом аромате, потому что чем больше я читаю, чем больше я изучаю, тем больше узнаю то, что мне может понравиться, и что я в итоге могу заказать онлайн. Это всегда более выгодно. И здесь есть фиалка. Фиалка, она настолько нежная, она не такая, знаете, старомодная, как, например, роза, или не такая яркая, как жасмин, или не такая, как тубероза, вот какие-то белые и другие цветы. И здесь есть еще какая-то такая землистость. Это странно звучит, когда ты слушаешь описание аромата, но вот это именно такая, какая-то прохлада, что ли, в аромате. И здесь есть дубовый мох. Это не пахнет, как мужской одеколон, нет. Байред. Вообще все ароматы Байреду это унисекс, то есть то, что подходит мужчинам и женщинам, но мне кажется, что это именно больше женский аромат, он необычный. Если где-то найдете пробник, то возьмите, возможно, вам понравится, а если нигде нет Unnamed, то есть аромат, который очень похож на него, я тоже напишу вам в описании. Ну, то есть это по настроению очень-очень близко. Я не знаю, как вы, но вот я, как только наступают по-настоящему теплые дни, первые, это конец апреля или начало мая, мне тут же хочется убрать теплые, согревающие, сладкие шлейфовые ароматы, которые убивают своим шлейфом всех на повал, и сменить их на что-то такое более нежное, деликатное, пусть тоже цветочное, но совершенно другое по звучанию. Вот прям девичье такое, ненавязчивое, лаконичное. Если посмотреть мои старые подборки или какие-то рекомендации на весну, на лето, начало осени, очень часто там появлялся Blooming Bouquet от Dior и также Mademoiselle Azaro. Для меня это ароматы, которые чем-то напоминают друг друга, они, конечно, разные, но тем не менее это одна категория в моем восприятии. И каждый из этих флакончиков я вот так заканчивала, потому что вот это чистое удовольствие от использования, они не напрягают, они не душат тебя, они вообще задают такое настроение, когда хочется надеть легкое платье из натуральной ткани, соломенную шляпку и пойти на пикник куда-то на природу с детьми, наблюдать за птицами, бабочками, рассматривать эту зелень, какие-то полевые цветы. Ну, в общем, аромат такой легкий и по настроению, и по звучанию. Так вот, то ли в этом году, то ли в прошлом, я не помню, когда точно я его приобрела, но в этом году частенько им пользовалась, и это одна большая любовь. Бренд, который не всегда и не у всех на суху, The Different Company и аромат Кошан Роуз. И практически все свои ароматы, не только из этого видео, а в принципе, которые я заказываю, я беру на мейкапе. Или здесь в Польше, в Makeup Store, или же на украинском Makeup UA. И помимо того, что там очень-очень большой ассортимент, то есть каждый аромат вы сможете найти там, если вы берете лично для себя, то можно приобрести чуточку дешевле, например, тестер без упаковки. Я и так всегда их выбрасываю, поэтому я не вижу разницы, не вижу смысла переплачивать. Или, например, когда я подбираю для себя какой-то новый аромат, и у меня есть зерно сомнения, я беру пробники. У них также очень много разных пробников, и я вот набрала несколько для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями. И для себя я тоже поняла, что правильно сделала, что взяла только пробник, потому что, ну, для меня это такая проходящая история. Я могу обойтись и без них. Всегда беру также на подарок, например, для мамы что-то на мейкапе. И знаю, что мой брат там приобретает, его жена не только ароматы, между прочим, но еще и декоративку и уход. У них объективно самые классные выборы, когда мы что-то присматриваем друг к другу, то мейкап — это первое место, куда мы отправляемся на поиски. Так что если вы хотите приобрести для себя или в качестве подарка новый аромат или что-то интересненькое, то ссылки на мейкап будут ждать вас внизу в инфобоксе. Я уверена, что многие из вас знакомы с мейкапом, но помимо Украины они еще работают в разных других европейских странах и в том числе есть мейкап-стор, который отправляет в Россию. А возвращаясь к Ашан Роуз, Боже мой, это настолько по-настоящему, это та роза, которую можно найти в саду. Вот розы и пионы. Это не та старомодная роза, которая стоит в запылившемся флаконе, которая не каждому понятна. Нет, это молодежный вариант и не только. Вот если вам нравятся просто такие ароматы цветочные, но чтобы они не были слишком такими вязкими, какими-то не слишком громкими, кричащими, это нежный цветок, как сама роза. И здесь также есть пионы. Помимо этого заявлен шалфей, кардамон, личи. Личи очень часто в таких воздушных ароматах. Очень красиво звучит вместе с нежными цветами. И розовый перец. Я не понимаю, где здесь розовый перец. Для меня это как букет свежесрезанных роз с пионами. Не знаю, никакой такой щепучести в носу я не чувствую. Вот то, что здесь есть мускус и что еще? Амбретто и сандал. Ну да, и за счет этого он, кстати, довольно стойкий. Да, он не будет держаться прям целый-целый день до самого вечера, но его даже приятно обновить в течение дня. Не всегда же все хвалить. Давайте не в конце, а в середине этого ролика расскажу о том, что мне не просто не подошло, но и не понравилось настолько, что я не могу использовать этот аромат в доме, например. Ну и разве что в санузле. Простите, я знаю, что есть огромное количество поклонников вот этой линейки Реплика. Я сама долгое время хотела приобрести Jazz Club, но он такой довольно сладкий. И я всегда искала какую-то миниатюру, что ли. И тут черт меня дернул, извините за выражение, заказать то, что мне понравилось по описанию. По отзывам других, это аромат Lazy Sunday Morning. И аромат должен пахнуть мягкой кожей и постельным бельем. И мне почему-то хотелось, чтобы это был какой-то аромат, вот как будто ты просыпаешься утром, и солнечные лучи попадают на твою постель. И вот эта постель, разогретая солнцем, вот почему-то мне хотелось чего-то такого уютного, бессоботного, может быть, пудрового, может быть, легкого, но такого позитивного, а по факту это просто порошок или освежитель воздуха. Умоляю, не казните, но не могу, не знаю. У меня очень давно не было такого промаха, что вот кардинально по-другому я это воспринимала, чтобы это по-другому вообще ощущалось на мне, где-то в помещении. У меня практически целый флакончик. Я, ну, от силы раз пять наносила его, и каждый раз думала, боже мой, когда ты выветришься? И я не выдерживаю. Но, наверное, тоже потому, что мне не нравятся сильно такие парфюмированные порошки. Я от них задыхаюсь. Я всегда выбираю что-то более щадящее, и, наверное, именно поэтому... Простите, нет. Поэтому, к сожалению, увы и ах, я заплатила за него, наверное, около 100 долларов, может, чуть меньше. Ну, тогда был другой курс, около 100 долларов, наверное. Я так ждала, когда он ко мне приедет. Я его распаковала, так, знаете, первый вдох и огромное разочарование. Как? Как такое может быть? Все по-другому говорили, почему для меня это такой порошок? Ну, вот так тоже бывает, но я уверена, что есть те, на комон раскроются по-другому, и у кого будут совершенно другие какие-то эмоции, связанные с ним. Аромат, который очень многие из вас мне рекомендовали, и он всегда находится в списке таких самых удачных, многогранных, богатых композиций. Это Диор Эдикт. У меня парфюмированная вода. И, знаете, он ко мне приехал еще летом, наверное, в августе. И я открыла, думаю, ой, это точно зимний вариант. И вот, что вы думаете, наступила зима. Я снова открываю его в предвкушении, думаю, ну сейчас, сейчас, вот же самое идеальное время. Мороз на улице, давай грей меня, дружок. То ли мне не хватило норковой шубы, то ли мне не хватает понимания ароматов. Вот мне даже не хочется разбирать его на ноты. Он абсолютно прекрасен. Он такой богатый. Он как вот женщина такая осознанная, мудрая, которая знает себе цену, которая носит только качественные материалы, которая носит не бижутерию из Алиэкспресс, а настоящие бриллианты, которые заходят в помещение, и прежде чем она зайдет, ощущается этот аромат, и все знают, что сейчас появится суперзвезда. И когда она уходит, они также помнят. Это такой аромат, который узнаваем не за счет своей вот попсовости, а за счет того, что здесь все подобрано прям вообще, вы знаете, так по граммам безупречно, можно сказать. И это классика жанра. Вот знаете, есть коньяки, в которых нужно разбираться. Если для меня это просто горько, это печет, это просто коричневого цвета, ну, наверное, раз в жизни я пробовала коньяк, в котором я почувствовала нотку ванили. И то не факт, что он не был ароматизированным. Это, с одной стороны, классика, а с другой стороны, гурманский аромат. И вот с коньяками так в них нужно разбираться. И этот аромат также не для всех. Если вы почитаете отзывы на него, ему поют оды. Говорят, что это просто тот аромат, который стоит попробовать. Это самый шлейфовый, самый притягательный, самый обращающий на себя внимание, самый дорогой, самый роскошный аромат. Это аромат не для скромных девушек. Это убийственная стойкость. С ним нужно быть максимально аккуратной. Я, когда давала ему, знаете, второй шанс, как только похолодало, мы ехали гулять в Краков. Я думаю, я сейчас пшикнусь, ну, как обычно, сюда и сюда. Села в машину. Собака начала чихать. Мой муль говорит, Оля, ты хочешь нас задушить? Дети, мама, открой окна. Мы сейчас задохнёмся. Знаете, если им набрызгаться и пойти не на вечернее мероприятие, а на маршрутке проехать куда-то там, ну, куда вам надо, вас возненавидят все. Я вам это обещаю. Это вот прямо, знаете, в микродозах нужно наносить на каждый день. Но, разве что вы работаете в большом помещении, этот аромат ощущается на моём палантине уже вторую неделю. Я не знаю, его невозможно никак выветрить. Он мега стойкий. У меня ещё таких ароматов не было. Даже Монталь, по сравнению с ним, отдыхает. Но, в отличие от Монталь, где всё-таки какая-то такая искусственность, простите, пошловатость, вот это дорого-богато. Я не хочу его отдавать. Мне кажется, что я должна созреть для него. В плане понимания парфюмерии и в плане ощущения себя, что ли, это очень красиво, это очень благородно. Вот, благородно. Это вот, знаете, когда ты уже не довольствуешься искусственными бриллиантами, а когда тебе хочется носить натуральные камни. Но всё должно быть в кайф. У меня свои какие-то парфюмерные предпочтения, но если вы женщина, которая любит, чтобы все знали, что она пришла, чтобы все о вас долго помнили, возможно, даже недолюбливали за вашу яркость, за вашу выразительность, за вашу самоуверенность, Диор Эдикт. Это классика жанра, до которой мне нужно дорасти. Аромат позитив, аромат солнца, лета, холодных напитков, посиделок на террасе, аромат, опять же, классного, положительного настроения. Мне кажется, что ни одна моя подборка не обходится хотя бы без одного представителя линейки Аква Олегория от бренда Герлен. И в этот раз я хочу сказать несколько слов об аромате пассифлора. Вообще, если вы любите такие лёгкие ароматы, которые наносишь несколько раз в день, потому что они довольно быстро выветриваются, то обратите внимание на Аква Олегорию. У них есть несколько чуть более сладких, что-то с перчинкой, что-то цветочное. Вот подхожу и могу сказать, что каждый из них чем-то меня цепляет. И в этом году я заказала пассифлору. Мне она понравилась вот какой-то такой шипучестью, кисловатостью. В нём, конечно же, есть кислинка, но также бергамот, цитрусовые и маракуйя. Вообще, ощущение, что ты пьёшь какой-то лимонад из свежих настоящих фруктов. И лимонад не просто на базе воды, а именно газировки. И вот туда выдавлен сок вот этих цитрусов, вот этой маракуйи. Я несколько раз в жизни ела маракуйю, и она действительно такая кисловатая подруга. И ещё также в детстве мы ходили в молочное кафе. Если вы живёте в Абухове, это тот город, где я выросла, в Украине, Киевская область, у нас там есть молочное кафе. И, значит, я всегда, даже по сей день, когда приезжаю к нами, мы с детьми уже сейчас ходим в это кафе, берём какое-то сладкое мороженое, и у них есть сироп с маракуйей. Блин, это так похоже, то есть какое-то сливочное мороженое. Здесь нет сливок, но, тем не менее, меня почему-то этот аромат переносит именно в такие воспоминания, и это та настоящая маракуйя, которая была у меня в детстве. И даже сейчас абсолютно искренняя улыбка, потому что он настолько, вот знаете, позитивный, вот по-настоящему. И вот эта свежесть, вот эта лёгкость, если все вот эти какие-то мускусы, там, амбры, это не для вас ванильные, тяжёлые. Если вам хочется абсолютной беззаботности, лёгкости, духа, ощущений, то аквааллегория и кисленькая пассифлора. Очень классный, и я пользовалась им, наверное, не так часто в этом году, только по той причине, что у меня были какие-то другие новые ароматы, слишком я разгулялась с новинками, но ни в коем случае никому не отдаю, хотя у меня были те ароматы из линейки аквааллегория, которые я передавала маме, чтобы себе что-то новое взять на пробу, я знаю, что она тоже от них без ума. Вот каждый индивидуален по-своему, но всё равно какое-то общее настроение у этой линейки однозначно есть, и лето это идеальное время для них. Или же, если вы весь год, например, пользуетесь именно лёгкими такими игривыми ароматами, то почему бы и да? Аромат, который я сама себе, наверное, не приобрела бы, я его заказывала по вашим рекомендациям, почему не приобрела бы? Не потому, что он мне не нравится, не подходит или не зашёл, как говорится, я просто не дошла бы до него. Так как я любитель парфюмерии, я не читаю много статей на эту тему, я не выискиваю что-то эдакое, такое, что не у всех на слуху, назовём это так. Не знаю, просто, наверное, до этого я никогда не заглядывала на парфюмерную полку бренда Ботега Венета. Для меня это всегда про аксессуары, какие-то модные, хайповые вещи, но точно не про парфюмерию. Но оказалось, что у этого аромата есть огромное количество почитателей, и это аромат Аристократ в очень красивом лаконичном флаконе, причём он такой, как бы, стеклянный, прозрачный, здесь такая кожаная ленточка, и над ним он ещё шуршавый, такой слегка гранёный, очень сильно так сдержан, при этом со вкусом. Это холодный аромат, с одной стороны, вот когда ты вдыхаешь его, такое ощущение, что пахнет кожаный салон, какой-то люксовой машины, или новая люксовая сумка, когда ты её распаковываешь, и все детали, вся фурнитура, всё такое, прям вау, на уровне. И я боялась, что он будет звучать на мне слишком по-мужски. Это тот аромат, который разнашивается на мне. Боже, я вот сейчас достала его, как-то я давно его не наносила, наверное, месяц. Думаю, это так вкусно, это так, вот, самое подходящее слово, благородно. То есть, тебе не нужно надевать на себя всё самое модное, кучу бижутерии, сказала Оля, сидя в нарядных серёжках, но когда ты надеваешь белую базовую футболку, джинсы, кеды, берёшь сумку-шоппер и финальный штрих очки, и этот аромат, и ты звезда на стиле. Я не могу сказать, что этот аромат для всех, он не попсовый, но если вы ищете что-то, даже можно сказать, эксклюзивное для себя аромат, который будет олицетворять вас, то стоит присмотреться, потому что он не на всех. Также, когда я впервые им воспользовалась, я подумала, ой, какой-то он такой слишком мужской, слишком унисекс, и, наверное, нет, я промахнулась, но потом он как будто сливается с твоей кожей и отдаёт теплинкой, вот такой очень ненавязчивый, это не тот аромат, который будет оставлять за собой немыслимый шлейф, но всё равно я вот наношу, например, на запястье и вроде как уже не ощущаю, а потом хопа, и снова. И я себя напоминаю, я здесь. И вы знаете, здесь в пирамиде верхние ноты розовый перец, бергамот, в нём есть точно свежесть, жасмин. Вот жасмин сам по себе не люблю, мне становится от него плохо, и у меня болит от него голова. Вот что касается каких-то эфирных масел или живых цветов, воспоминания из детства, опять же, но базовые ноты кожа, дубовый мох и пачули. Самый такой неожидаемый от меня, но мне он безгранично нравится. Это вы знаете, как с дорогой парой обуви, ты покупаешь, они такие красивые, они такие качественные, первый раз обуваешь, они тебе трут, они тебе давят, и ты думаешь, зачем я их купила, а потом они разнашиваются, тебе в них удобно, и ты чувствуешь себя в них на миллион долларов. У меня так получилось с этим ароматом, и вот как-то даже по-другому себя с ним ощущаю, несмотря на то, что это не такой вот громкий аромат, как, например, Dior Edit, я вам показывала только что, да, это чуть более интимно, чуть более так, эксклюзивно как-то, да, самый зеленый аромат этого года, Gucci Bloom Aqua De Fiori, и у меня также есть мои постоянные фавориты, давайте я оставлю вам список моих самых любимых ароматов на разные сезоны, и с таким коротким описанием сделаю для вас в инфобоксе, но мне также интересно было найти для себя что-то новое, и к этому аромату у меня было несколько подходов, потому что я все думала, надо или нет, или все-таки остаться с Hermes, и вот он меня тоже не разочаровал, этим ароматом я очень много пользовалась летом, потому что он не навязчивый, он пахнет зеленью и немножечко пудрой, но это не такая зелень, как Hermes, мой любимый зеленый, то есть это не роса, это не свежескошенная трава, не сочные какие-то фрукты из сада, нет, это сейчас цитрусовые, написано, что лимон, ну не прям такой лимон, который выжигает тебе нос, то есть такой деликатный бергамот, люблю все с бергамотом, люблю и обожаю чай в том числе, господи, лист гальбанума, специалист из меня еще тот, но я впервые такое встречаю, также белые цветы, опять тубероза, жасмин, ландыш, ландыш цветы не выдерживаю дома, здесь не чувствую фрезия и жимолость, все вместе очень гармонично, и это аромат, опять же, который не будет долго держаться, здесь есть мускус, и мускус на мне отлично раскрывается, нет у меня никаких претензий к мускусу, как видите, у меня много ароматов, которые содержат его, и все окей, но я знаю, что не всем он подходит, и опять же, летом хочется чего-то ненавязчивого, не прилипучего такого, и в течение дня очень кайфово так обновить, не претензионный аромат, не аромат, который нужно расшифровывать, понимать, находить к нему подход, нравятся свежечки, причем, чтобы это было что-то более пудровое, нежели фруктовое, тогда, да, ну как, здесь также есть вот эти белые цветы, но не все белые цветы я могу вынести на себя, скажу вам честно, вот здесь он для меня просто как зеленый, запах лета, опять же, хорошего настроения, беззаботности какой-то, когда ты не заморачиваешься над своей одеждой, вот надела что-то простенькое, и побежала налегке наслаждаться летом, а недолго там что-то подбирать, какие-то сложные композиции, вот точно так же этот аромат для меня, я в числе тех, кому нравится Кирке от Титяна Торрензи, господи, как же многие его искренне ненавидят, поливают грязью, но еще раз повторюсь, что в тех странах, где он популярен, где он уже отгремел свое, многие с ним перебарщивали, то есть он настолько шлейфовый, он так долго ощущается, он тоже, знаете, такой на любителя, это нужно принимать, понимать, и чтобы это носить, но это не значит, что этот аромат будет нравиться всем, и так как он мега хвостатый, назовем его так, потому что он очень долго ощущается, ты идешь, вот этот запах за тобой тянется, и многие им обливались, и потом пользовались общественным транспортом, приходили на работу, в ресторанах, но хочется помереть, и вот интересный факт, я наношу его в умеренном количестве, и здесь, в Польше, о нем мало кто знает, и буквально все, что это у тебя за аромат, он необычный, для кого-то химозный, для кого-то он еще какой-то слишком мускусный, и так далее, но он обращает на себя внимание, не всегда это положительное мнение, особенно, если вы вылили на себя литр, и здесь, в Польше, никто не сказал, а, у тебя кирки, зато это происходило в Украине, когда я его только получила этим летом, начала пользоваться, и мои подруги, у тебя тоже кирки, ну, то есть, меня узнавали по аромату, говорят, откуда вы знаете, ну, это популярно, и он тут у всех практически, и мне вот нравится то, что здесь, во-первых, я не заставляю никого шарахаться от себя, из-за кирки, а, во-вторых, его не так узнают, не настолько он распознаваемый здесь, и моя мама тоже сказала, что ей нравится, она хочет себе такой же, вот знаете, есть ароматы, Пальп, например, от Байредо, он тоже для некоторых слишком фруктово-химозный, мне такое супер заходит, наверное, все также зависит от человека, от теплоты его кожи, о чем часто говорят, там, паркманьяки, и вот какие-то такие гурманские ароматы, очень богатые, насыщенные, не могу я с ними, девочки, простите, умоляю, а вот что-то такое более молодежное, и возможно, для знатоков парфюмерии очень простое, фруктово-мускусное, для меня это вот то, что надо, мне нравится, для меня это аромат на выход, не на каждый день, потому что мне и жалко, это один из самых дорогих, наверное, ну, приблизительно так же, как Байредо, но я тоже понимаю, что если я иду в детскую поликлинику с ребенком, я им не воспользуюсь, потому что это неприлично, так что для меня это аромат на выход, и я от него балдею, вот, как хотите, у каждого есть такие ароматы, не заставляю никого любить и обожать так же, как я, но тем не менее, для меня это сочные фрукты в сочетании с мускусом на холодное время года, хотя, я даже летом им воспользовалась, но на ветер куда-то, на коктейль, на выход, чисто для себя, чуть-чуть, таким, как говорится, намазом, да, не обязательно обливаться им, хотя бы в гарамульку, и он так же очень нравится мужчинам, они, конечно, не спрашивают, что это, но я получаю за него комплименты, я от него без ума, живите с этим фактом, и для меня это очень удачное приобретение этого года, люблю, пользуюсь, пока он не закончится, придется всем это выдерживать, уж простите, и в конце у нас два вот таких пробника, давайте начнем с Versace Crystal Noir, тоже расскажу вам историю, так как у нас такие парфюмерные посиделки, это довольно старый аромат, и он прошел такое перерождение в Польше, не поверите, из-за парфблогера, точнее, не из-за, а благодаря парфблогеру, ее никнейм Olfaktoria, и ее зовут Дорота, я сама на нее очень давно подписана, она такая необычная девушка, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, но очень многие ей доверяют ее мнению, и когда-то она назвала этот аромат ароматом проститутки, не потому, что это пошло, это стыдно или еще как-то, а просто этим ароматом, как она заявила, опять же, не факт, но в ее заявлениях это звучало именно так, что этим ароматом чаще всего пользуются проститутки, и что этот аромат очень сексуальный, очень притягательный, он буквально как афродизиак для мужчин, что он вот такой манки какой-то, и когда-то у меня была какая-то версия вот этого кристалла от Versace, но я уже даже забыла о какой, возможно, этот и был, но точно каким-то я пользовалась, когда встречалась с молодым человеком в Украине, по-моему, у меня была розовая версия, вот такой флакончик бордово-фиолетовый, значит, что здесь, фиалка, инжир, черная смородина, в сердце тубероза, франжипани, жасмин, ну и дальше там кашмировое дерево, что-то ванильное, гелиотроп, сандаловое дерево, я так почитала, ну все знакомо, ну что ж тут такого, и вы знаете, это аромат, который действительно вот такой очень массовый, что ли, то есть он многим действительно понравится, и я понимаю, почему его до сих пор производят, почему он до сих пор продается, я должна признаться, что мне нравится этот аромат, он какой-то такой, во-первых, не на конкретный сезон, то есть можно пользоваться целый год, и во-вторых, он не требует разгадки, с ним все как-то понятно, и я не руководствуюсь описанием Дороты, но все как-то хотят мужского внимания, мне кажется, да, а тут дело даже в приятной ароматной композиции для женщины, в общем, такая история, связанная с этим ароматом, не поверите, он до сих пор в топах продаж в Польше, после таких высказываний парфблогера, пару лет тому назад, и мне даже самой стало интересно, что же там такого пудрово, может, немножко мыльно даже, фруктово, цветочное, а вот тут я, конечно, рада, что я заказала себе только пробник, потому что мне нравится, когда не просто аромат классный, а еще и что-то флакончик, как-то, не знаю, красиво выглядел на туалетном столике, чтобы, как говорится, рука к нему тянулась, и чем более вот эта вот замысловатая бутылочка там в виде спрея для окон, туфелек, сумочек, еще чего-то, тем больше меня это отталкивает. Мне больше нравится классика, но тут у каждого свои предпочтения. Каролина Эрера Гудгерл. Многие фанатеют от этого аромата, и в нем есть что-то узнаваемое, что-то привлекательное, но для меня все-таки, вот, например, по сравнению с Армани Коуд, вот, они чем-то похожи, потому что это сладкие ноты, это белые цветы, но вот как-то Армани Коуд более благородный, или Муглер Элион, вот он какой-то, не хочется говорить взрослый, потому что я вроде как тоже еще не это самое, но это более беззаботный, более молодежный, вот он какой-то такой, как на дискотеку. Я знаю, что многие любят, простите, мне вот так кажется, он для девушки помоложе, он как конфета, вот такая, как, помните, были такие конфеты стрела, и я их не любила, и вот у меня почему-то сразу вкус этой конфеты на языке от этого аромата вот очень приторно, сладко, хочется чего-то более изящного, но не каждый это ищет, и я думаю, что есть много тех, кто не променяет этот аромат ни на один, другой, кто остается верным туфельком от Каролины Эреры, но я не стану брать себе полный размер. я очень надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, мне всегда приятно, ваша обратная связь, я вас крепко целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.